Ну, начало 20 века постройки в стиле модерн, строил его архитектор Квитковский. Здесь находился ресторан-аквариум, одно из самых известных увеселительных заведений города. Здание с вековой историей – сюрприз для потомков. Секреты прошлого раскрыли реставраторы. Когда с фасада дома на Самарской 95 сняли штукатурку, обнаружили барельефы дореволюционного времени. Бывший ресторан-аквариум, принадлежавший братьям Ивановым – излюбленное место отдыха Самарского дворянства. Увеселительное заведение с цыганским хором и варьете было здесь вплоть до революции. В 1917 году аквариум закрыли, и в здании расположились партийные комитеты. В 30-е на долгие годы здесь поселился тюз. После реконструкции в 70-х от прежнего облика здания сохранились лишь очертания. Спасибо, наверное, или архитекторам, или тем, кто работал, что барельефы не были уничтожены, их не сбили, а нанесли поверх довольно так, человечную штукатурку. То есть сейчас реставраторы имеют возможность снять, и довольно хорошо сохранились рельефы, и их уже можно восстанавливать. Ресторан-аквариум – одно из немногих зданий в Самаре, построенных по проекту архитектора Квитковского. Гранд-отель, ныне гостиница «Бристоль-Жигули», особняк Новокрещеновый, дом «Субботин» и «Маркесон». Везде авторский стиль, изящная лепнина, сложный декор. Проект реставрации бывшего тюза самарские архитекторы составляли по старым фотографиям и чертежам. О том, что под штукатуркой должны быть барельефы, сначала только догадывались. Картины, как будто сошедшие из греческих сантичных храмов, спортиков, они, конечно, останутся на этом месте. Ну и вот, кроме барельефов, на этом фасаде был еще декор, были великолепные танцующие женщины, огромное живописное панно. Они находились в больших вот этих вот картинах. Они будут восстанавливаться по проекту реставрации. Здание преобразится как снаружи, так и внутри. Архитекторы предложили вариант интерьера. Планируется, что здесь снова будет театр кукол, а юные зрители смогут расположиться в новом зале, рассчитанном более чем на 200 мест. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События.